МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В ее рамках жители страны несут сотни тысяч огоньков к могилам павших. Нинецкий округ также присоединился к этой акции. В 4 утра у обелиска Победы были зажжены свечи в память о тех, кто отдал свою жизнь за свободу и независимость Родины. Репортаж Елены Семеновичевой. В памяти человеческой 22 июня 1941 года осталась не просто как роковая дата, но и как рубеж. Начало отсчета долгих. А до 1418 дней и ночей Великой Отечественной войны нашего народа. Ровно в 4 утра те, кто собрался у обелиска этим утром, замерли на минуту молчания. Эта страшная война не обошла ни одну семью. Сегодня этот ранний час, низкий поклон всем ветеранам, всем тем, кто отстоял нашу независимость. Вечный память героям. Зажигая свечи, каждый вспоминал своих родных и близких, не вернувшихся с фронта. В их числе Надежда Николаевна Ануфриева, дитя войны. На эту горькую минуту молчания она вспоминает своё детство, свою маму. И самое главное, своего отца, который ушёл на фронт. Её имя – Надежда. В честь надежды на то, что отец вернётся с войны. Очень хочется, чтобы всё было мирно, спокойно. Уже сейчас за своих детей, за внуков. Чтобы у них тоже всё было хорошо. Сегодня же у обелиска «Почтить память героев» собрались все неравнодушные. Только за первые восемь часов необъявленной войны у Советского Союза было уничтожено 1200 самолётов. И только в 12 часов на всю страну официально объявили о начале войны. Вы знаете, нам остаётся, наверное, самое важное. Наша страна победила в той войне. Русский народ победил. Наша главная задача – это помнить. Сегодня в 4 утра состоялась акция «Свеча памяти». И вы знаете, каждый год на эту акцию приходит всё больше и больше людей. Ставят свечи к памятнику погибшим в главе Великой Отечественной войны, вспоминая своих отцов, дедов, прадедов. И пока в наших сердцах будет подвиг великого народа, у нас будут силы на новые свершения и победу. Акция «Свеча памяти» прошла по всей стране. Во Владивостоке зажжённые свечи пронесли вдоль центральных улиц за корабельной набережной. Школьники, студенты, ветераны – тысячи людей в Екатеринбурге выстроились в слово «помним», потому что не имеем права забыть. Слишком большая цена заплачена за победу. У плотины на берегу реки Брусянка в Свердловской области показали военные фильмы, организовали реконструкцию мирного вечера накануне войны, дожгли свечи и отправили их на самодельных лодочках. Вся страна помнит и скорбит о тех, кто никогда не вернётся с той кровопролитной войны. Елена Семёнычева, Вадим Стасюк, Телеканал «Север». В День памяти и скорби наша телерадиокомпания презентовала новый документальный фильм «Фронт особого назначения». Он посвящается работникам потребительской кооперации Ненецкого округа, которые трудились в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Его премьерный показ состоялся во Дворце культуры Арктика. Создать свою собственную продовольственную базу было правильное решение. Руководство Окрпотребсоюза обратилось ко всем сельским потребительским обществам. Агитировать никого не пришлось. Не пришлось агитировать и актёров, сотрудников Дома культуры. Съёмки постановочных эпизодов проводили в здании морского порта под чутким руководством режиссёра картины Марии Кравченко. 1941 год. А потом появились вопросы. Если побережье Англии, а юго-западные районы России, откуда поступали продукты в Ненецкий округ, это овощи, крупы, сахар, эти районы уже были оккупированы, то кто заключал новые договора? Как доставлялись продукты питания в Ненецкий округ? При этом было Архангельск. Архангельские люди умирают голодом. Кто сделал невозможное, но спас каждого жителя Ненецкого округа. У нас никто не умер от голода. Ненецкий краеведческий музей предоставил в качестве реквизита исторические экспонаты. Вся история фильма основана на архивных документах и воспоминаниях очевидцев детей войны. Консультантом фильма выступила Марина Калавангина. Фронт особого назначения – третий фильм о героическом подвиге жителей Ненецкого округа во время войны. Над фильмом работала большая творческая группа моих коллег, моих сотрудников, телевизионщиков, актеров. Это более 20 человек. Я благодарю их всех. Огромное всем спасибо. А также хочется отметить и тех, кто нам помог собирать информацию. Это краеведческий музей, сотрудников библиотеки имени Печкова, сотрудников окружного архива, сотрудников морского порта, ветеранские организации, дворец культуры «Актика», всех актеров, которые приняли участие в нашем фильме и, конечно же, ветеранов потреб кооперации. Одновременно презентация фильма прошла на телеканале «Север». Следующий показ окружной киноленты состоится на телеканале в ближайшие выходные. Нормативное регулирование благотворительности и социального предпринимательства Правительство России утвердило дорожную карту негосударственным организациям. Теперь они смогут оказывать услуги в социальной сфере. Для помощи ближнему окружные депутаты рассматривают социальный законопроект. Он позволит выделять отдельную жилую площадь лицам, присматривающим за инвалидами. В Ненецком округе стартовала избирательная кампания по выборам депутатов в Государственную Думу Российской Федерации. Напомню, указ президента о назначении даты выборов на 18 сентября 2016 года был подписан 17 июня, после чего региональные избиркомы ждали решения Центральной избирательной комиссии. Стартом избирательной кампании в Ненецком округе послужило заседание местного избиркома. На нем рассмотрели ряд организационных вопросов. В том числе члены избирательной комиссии согласовали решение о количестве подписей, которыми необходимо заручиться кандидату-самовыдвиженцу. В соответствии с федеральным законом о выборах депутатов Государственной Думы, если в избирательном округе проживает менее 100 тысяч избирателей, то самовыдвиженцам необходимо заручиться поддержкой не менее 3 тысяч человек. В Ненецком округе по состоянию на 1 января 2016 года зарегистрировано 33 тысячи избирателей. Соответственно, кандидату, который решится выдвинуть свою кандидатуру в порядке самого движения, придется собрать утвержденное количество подписей. Кроме того, кандидат имеет право предоставить еще к 3 тысячам подписям еще 150 подписей для того, чтобы вдруг в случае числа выбраковки подписей по недействительным законным основаниям, то эти 150 подписей могут еще как-то подстраховать именно предоставление подписных листов с подписями кандидата. Что касается политических партий, то без сбора подписей в выборах депутатов Госдумы имеет право участвовать 14 из 75 зарегистрированных в России партийных объединений. Парламентские партии запланировали проведение своих съездов по выдвижению кандидатов на последние числа июня. Кроме того, на заседании избирательной комиссии утвердили рабочие группы. Первая – об информационных спорах. Вторая – рабочая группа займется приемом и проверкой избирательных документов. В ее состав, помимо представителей избирательной комиссии и других структур, вошли специалисты-почерковеды. Потому что все подписи, если касаемо документов, которые для регистрации издают самого движенца, а это в первую очередь, чем они отличаются от кандидатов-одномандатников, тем, что они предоставляют подписные листы с подписями. И все подписные листы, скажем так, вот если мы назвали количество 3000 подписей, они будут все проверяться на предмет действительности или недействительности, достоверности или недостоверности экспертам-почерковедам. Также на заседании были определены ответственные лица за прием агитационных материалов и ввод информации в государственную автоматическую систему выборы. Администрация Ненецкого округа подписала соглашение с Банком ВТБ. Подписи в документе о стратегическом сотрудничестве региона с финансовой организацией поставили член правления банка Денис Бортников и глава Ненецкого округа Игорь Кошин. Новый партнер для решения стратегических задач. Администрация Ненецкого округа подписала соглашение с одним из ведущих банков страны ВТБ. На встрече с членом правления банка Денисом Бортниковым Игорь Кошин отметил, конкуренция на рынке банковских услуг неизменно приводит к тому, что выигрывает потребитель. Приход в округ банка ВТБ свидетельствует об улучшении инвестиционного климата в регионе. Очень здорово, что у нас в округе присутствует группа ВТБ. И я очень рад, что мы взаимодействуем и, развивая округ, мы развиваем нашу горячую любимую родину. Вот это, наверное, самое важное. И это есть то, ради чего мы работаем. Документ определяет основные направления взаимодействия банка и администрации округа. Они направлены на создание условий для развития предпринимательства, реализации приоритетных инвестиционных проектов и социально значимых программ на территории Ненецкого округа. Подписанное соглашение не просто закрепит установление партнёрских отношений между банком и Ненецким автономным округом, но и откроет реальные перспективы для сотрудничества. В свою очередь, член правления ВТБ Денис Бортников заявил, банк намерен активно участвовать в социальных и инвестиционных проектах и способствовать структурным положительным изменениям в экономике региона. Ещё раз хочу повторить администрацию за то, что мы практически за год сформировали понимание того, как мы здесь должны работать и с чем. Потому что буквально офис открывается уже наполненный определённым количеством бизнеса, то есть клиентами. Это немалажный фактор, потому что поддержка была всесторонняя и очень значимая. Банк уже начал свою работу в нашем округе, а завтра состоится церемония торжественного открытия первого офиса группы ВТБ в Наренмаре. Валентина Чибичек, Антон Водряков, Телеканал «Север». Правительство России утвердило дорожную карту, направленную на поддержку доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг в социальной сфере. Реализация предусмотренных дорожной картой мер будет способствовать повышению эффективности использования общественных ресурсов, выделяемых на предоставление услуг в социальной сфере, внедрению в практику инновационных социальных технологий, расширению масштабов привлечения внебюджетных инвестиций для развития объектов социальной инфраструктуры. Дорожная карта содержит комплекс из 44 мероприятий, намеченных к реализации в 2016-2017 годах. В частности, планируется внедрение практики государственной поддержки заемного финансирования некоммерческих организаций, оказывающих услуги в социальной сфере, аналогичный механизму поддержки организаций малого и среднего предпринимательства. Кроме того, предусмотрено совершенствование нормативно-правового регулирования социального предпринимательства и благотворительной деятельности. В сфере образования дорожной карты предусматривается обобщить практику бюджетного финансирования частных дошкольных учреждений, а также разработать механизмы финансирования дополнительного образования детей, обеспечивающего равный доступ на конкурсной основе к бюджетным ресурсам в зависимости от качества услуг по дополнительному образованию. В сфере социальной защиты и социального обслуживания дорожной карты предусматривается обобщить практику и разработать методы поддержки негосударственных организаций, оказывающих услуги в области социальной защиты и социального обслуживания граждан. Поправки в закон о предоставлении жилых помещений для социальной защиты отдельных категорий граждан в Ненецком округе рассмотрели на заседании постоянной комиссии и собрании депутатов по социальной политике. Законопроект предусматривает выделение отдельной площади для лиц, присматривающих за инвалидами. В законопроекта Ненецкого округа предполагается, что инвалидам первой группы, имеющим третью степень выраженности ограничений при предоставлении социального жилья, будет учитываться необходимость проживания с ними граждан, осуществляющими уход. В настоящий момент у нас есть гражданин, который нуждается, не может проживать самостоятельно, нуждается в уходе, но он стоит первым на очереди. Мы на рамках нашего закона обязаны предоставить такие жилья, но есть угроза того, что он в этом доме может произойти какие-то казусы, он не может сам с газом самообращаться, он не может сам обращаться с водой нормально, то есть он самостоятельно, к сожалению, жилья не может. Депутаты с предложением согласились и вынесли данный вопрос на прессессионный комитет для дальнейшего рассмотрения. Новая норма также ожидает медицинских работников, вновь принимаемых на работу. При предоставлении ежемесячной денежной компенсации за наём жилого помещения будет учитываться их проживание на территории Ненецкого округа не менее 15 лет на срок не более 5 лет. То есть те, кто по нему получают свою социальную работу, за ними эта норма соединяется, в рамках того, как они принимаются на работу, а для новых работников будет действовать новая норма. В настоящее время такую выплату получают 126 медработников в лечебных учреждениях. Разработчики предполагают распространить действия закона с января текущего года. Елена Семёнычева, Вадим Стасюк, Телеканал Север. Рисование на песке как способ снять стресс и раскрыть творческий потенциал. Наринмарский психолог разработала цикл занятий для младших школьников. Свою методику она опробовала на детской площадке школы номер 5. В регионе на 20% снизился показатель преступности в сфере незаконного оборота наркотиков. О наркотической ситуации в округе, эффективности реализации мероприятий в рамках региональных государственных программ и мерах, принимаемых органами власти по формированию подростков и молодежи негативного отношения к потреблению наркотиков, алкоголя и табакокурения, шла речь на заседании антинаркотической комиссии Ненецкого округа. В частности, за пять месяцев текущего года правоохранительными органами округа выявлено 19 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, что на 20% ниже по сравнению с аналогичным показателем за предыдущий период. На территории округа региональные органы власти совместно с правоохранительными структурами реализуют мероприятия антинаркотической направленности различного формата в рамках государственных программ округа и всероссийских акций. В процесс также вовлечены учреждения здравоохранения и общественные организации. Главный вектор – профилактика распространения наркотических веществ, прежде всего, в молодежной и подростковой среде. В завершившемся учебном году молодежи округа была предоставлена возможность добровольно пройти социально-психологическое тестирование и профилактический медицинский осмотр врачами-наркологам и психиатрам. Осмотр прошли 563 человека, тестирование – 2300. Все взятые пробы дали отрицательный результат. Аналогичный результат продемонстрировали призывники осенней кампании и ребята, впервые встающие на воинский учет. За здоровый образ жизни в Ненецком округе увеличивается число школьников, сдавших нормы ГТО. Тестирование по нормативам Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне» в рамках летнего фестиваля ГТО и межмуниципальной спартакиады детских оздоровительных лагерей прошли 150 человек. Ребята потягивались на перекладине, прыгали и бегали, метали мяч. Нормативы по плаванию школьники сдали в дни посещения летними площадками бассейна Дворца Спорта Норд. Протоколы с результатами тестирования направлены федеральному оператору ГТО в Казань. Понадобится время, чтобы их обработали и загрузили на сайт, где участники в личных кабинетах смогут увидеть, на какой знак они смогли выполнить нормативы. На сегодняшний день в единой информационной системе ГТО зарегистрировано 1078 жителей Ненецкого округа. Пока официально, с получением знаков отличия, нормативы ГТО могут сдавать школьники и студенты, а в 2017 году к ним подключатся и остальные возрастные категории. Камень, ножницы, бумага. Название популярной игры на руках стало основой необычного проекта Наринмарского психолога. Лариса Борисова разработала серию занятий, направленную на раскрытие творческих способностей детей и развитие эмоционального интеллекта. О секретах раскрытия детских душ опытный психолог рассказала на одном из занятий. Песочные мультфильмы о том, как избавиться от окаменелого сердца и прийти к состоянию чистого листа. На них строится цикл занятий для младших школьников «Камень, ножницы, бумага». В течение одной недели педагог учила ребят создавать картины из песка и справляться с внутренними проблемами. Удивительная возможность песочной сказки, потому что открываются все возможности восприятия. Её и слышишь, и видишь, и песок даёт ощущение кинестатическое, поэтому, конечно, откликается великолепно. Раскрытие внутренних способностей на языке психологов называется развитие эмоционального интеллекта. Он позволяет ребёнку стать социально чутким, управлять своим внутренним миром, чувствами и эмоциями, и при этом сострадать и сопереживать тем, кому это необходимо. Дети замечательные. Они настолько открыто реагировали и как бы ни говорили, что дети жестоки, дети ничего не слышат, ничего подобного. Они все были как один организм. Они настолько откликались. Свой необычный проект «Камень, ножницы, бумага» психолог реализовала благодаря окружной поддержке. Лариса Борисова выиграла грант для некоммерческих организаций. В проекте приняли участие более 120 детей. Воспитанники детской и летней площадки при школе номер 5. Такова была информационная картина дня. Увидеть новости вы можете также на нашем сайте по адресу www.trk.sever.ru. Далее информация от синоптиков. Продолжение следует...